сегодня я хотел бы вам рассказать о тех народах которых в принципе не должно было бы существовать не то что они какие-то народы условные вызывают у меня какой-то негатив нет я еще раз в миллионный раз подчеркиваю что я ко всем народам на земле отношусь абсолютно ровно единственное что последние четыре месяца из-за того что там определенные события произошли я как бы начинаю задумываться в отношении одного определенного народа и он кстати не из ближнего востока а к ближнему востоку я отношусь тоже достаточно ровно ну как к обычной нашей с вами жизни где есть какие-то колыхани какие то моря человеческие страстные моря страстей ну и не более того так вот я в этом фильме не хотел вам говорить и не буду говорить о том что сегодняшние около военные действия которые производятся там на западе как в общем то и на всей планете они преследуют одну из важных целей для себя одну из целей это не значит что цель вот этих событий прям вот такая я вам об этом не говорю а они преследуют одну из целей утилизировать то самое старое оборудование для армии которая осталась с холодной войны с советского периода с американского периода советского периода ну то есть вот с этих времен с германского периода того же периода с австро-венгерского периода то есть из тех самых гор в которых размещено это оружие там на балканах то же самое польша украина и все эти прибалтийские страны туда же вот в этот котел входит я как специалист в этом вопросе не скажу вам одну интересную вещь она касается такого знаете ли им такой характеристики которая отражается в условиях хранения оружия вы знаете что оружие все созданы из материальных каких-то средств там есть какие-то жидкости какие-то твердости какие-то пороха и все такое прочее каждый каждый вот это названный мной запчасть она имеет свой срок службы который потом после этого выбора срока нужно каким-то образом либо продлевать либо каким-то образом уже утилизировать само оружие и например те же самые пороха того времени наверное они я не знаю этого и говорить вам об этом тоже не буду они наверное имеют сроки использования ну допустим где-то равные двадцати годам может быть тридцати годам ну то есть вот так это же аморфность все-таки тело а потом они начинают либо слеживаться либо какие-то трансформации приобретать и если пуля или какой-то другой снаряд с такой трансформации будет выпущен или попытаются его им выстрелить из какого-то ствола то не исключено возможно что будет взрыв в самом орудии вот что есть опасность какая в таком процессе я этого точно не знаю говорить об этом не могу поэтому ну просто не знаю поскольку но вот то что знаю я вам сообщаю и дело в том что такая ситуация по всем боеприпасам от маленьких до больших она сложилась сегодня по итогам холодной войны и предыдущих лет противостояния военного она сложилась у всех без исключения стран здесь нету никакой страны которая бы выиграла проиграла по времени вот в этой закладке ну и теперь считайте сами если разбирать например какую-то пулю или какой-то снаряд то это потребует определенных каких-то денег и нужно будет каким-то образом перерабатывать все это специфическим образом это очень дорого и потом знаете как бы не несет никакой выгоды дополнительные ну разобрали ну переработали и что ну и все как бы ну понимаете нет никакой выходы а единственный давно уже используемые испробованы такой знаете ли вариант вариант возобновления тех самых хранилищ боевых каких-то веществ он всегда был во все времена еще даже по моему 19 веке если верить нашей истории он всегда был один и остается один то есть нужно развязать какую-то войну сидеть там где-то в окопах и постреливать в какую-то сторону тратить снаряды в результате этой траты снарядов эти снаряды истратятся а потом уже перейти к какому-то мирному миру когда за место этих истраченных снарядов уже запросить у производителей новое оружие во первых оно будет новое во вторых оно будет в 10 20 30 раз дороже предыдущего ну естественно там пили себе на все стороны как хочешь вот я думаю что сейчас когда нам говорят каждый раз из сми что в германии например отдали последние пять танков в польше предпоследние пять танков а там где-то еще последний танк прикатили и он даже не стреляет и не пукает я считаю что там как раз идет утилизация включая эту самую америку никакой как бы вот такой знаете массированной войны как это было бы ну казалось бы можно было бы ввести раз уж они так в годы холодной войны противостояли друг другу массировано сейчас не ведется и это происходит по двум причинам во первых как правильно сказал президент россии что россия не ведет войны не ведет у нас идет специальная операция это совершенно другая фишка и она идет в данный момент грамотно я кстати хочу немножко отойти от своей темы и удивиться некоторым товарищем генералом который выступает по первому второму каналу тут выступал уважаемый мной очень сильно севков и он говорил что недавно панина тоже уважаемые мной и женщина и политик она предлагала мол давайте возьмем диверсионные группы направим их туда в европу и пусть они там подрывают все что подорвут и севков он сказал что в принципе неправильно это введение само но вообще наехать на европу поплотнее надо было бы это было в прямом эфире вот не так давно я вам еще раз объясню если кто-то также считает я вам напомню мы россия не ведем войны у нас идет специальная операция и всегда помните что специальная операция в принципе это полицейская операция при поддержке естественные и вот специфической такой раз она специально определенными вооруженными силами просто из-за размера и из-за специфики и и у нас задача спасти население определенных территорий удержать эти территории вернуть к себе больше задач нет никаких это не война в войне ставится задача уничтожить народ захватить его земли и все такое прочее у нас такой задачи нет у нас задача спасти свой народ не уничтожать тот народ украинский потому что в принципе все равно остается братским у нас вы наверное заметили по ходу этой специальной операции первый канал второй канал и все управление в государстве стало исключительно ну это конечно утрирую вы понимаете что нет немножко так при преувеличении но все равно исключительно украинским фамилий у нас только украинские но еще ближневосточные это всегда так было ближневосточных мало фамилии у нас примерно 99 процентов а вот масса основная в числе одного процента это вот украинские товарищи которые почему-то теперь оказались в нашем управлении кто-то считает что это правильно кто-то считает это неправильно не знаю как правильно время покажет а я возвращаюсь к тому чего начал так вот на европу не надо ничего посылать не надо ее не бомбить не надо ничего с ней делать почему потому что у нас не идет война мы не в состоянии войны даже несмотря на то что какие-то там горячие головы в той же польше они опять же ближневосточные эти головы они всегда горячие там же солнце то но не выветривается прибалтийские горячие такие же ближневосточные головы тем более я еще раз подтверждаю что я к ближневосточным отношения негативного не испытываю но они из каждой нары торчат и все время орут давайте мол типа проявляйте там какие-то нехорошие вещи всем остальным и мы это должны как-то терпеть и как-то знаете вот не спотыкаться на вдвигаемые ими различного рода обвинения так вот мы сейчас я уже теперь опять перехожу на весь мир мы сейчас всем миром спускаем со всех наших штабов хранилищ и тому подобное спускаем ненужный товар каким-то таким знаете но специфическим образом почему этот образ специфический потому что да он содержит некую такую горячую фазу она возможно должна была бы точно состояться потому что украинцы но действительно вели геноциды в донецкой и луганской областях тут уж дальше просто дальше некуда идти это действительно так было мы все это с вами наблюдали восемь лет весь мир восемь лет это наблюдал ну вот знаете иногда даже кажется что в 8 лет смотрели и решили что давайте вот таким путем пойдем за одно и потратим наше старое вооружение я еще раз хочу в конце своего такого спича сказать вам что моя версия ну конечно не стопроцентный всей вот она не охватывает стопроцентную всю эту ситуацию в мире но какой-то там свой небольшой сектор она естественно охватывает наверное какой-то он такой ну солидный этот сектор и этот сектор он сводится к тому что сегодняшняя мировая военщина военщина мировая хорошая плохая такая как бы не очень любая она сбрасывает старое вооружение в надежде на то что все это будет утилизировано правильно и после этого она спокойно тоже германия та же польша спокойно закупит у своих же или у американских или у наших производителей другое оружие по десятикратной двадцати сто кратной цене это уже как они будут обирать свои народы время это покажет